Позвольте мне рассказать вам о туризме в Молдавии. В прошлом году по статистике Молдавскую таможню пересекло 95 тысяч человек, среди которых основная масса это люди, которые ездят сюда либо по работе, либо наши бывшие соотечественники, которые уже приезжают в страну по уже документам другой страны. Если же брать статистику Национального агентства по туризму, всего туристов, которые приехали по туристическим организациям, было 14 тысяч человек. Если же взять глубже, то каждая туристическая организация обязана приносить ежегодно от 50 до 100 туристов. Они все занимаются тем, что отправляют наших туристов за рубеж, они привозят сюда. Иногда они пишут родственников как туристов. На самом деле мы считаем, что туристов намного меньше, чем 14 тысяч, по крайней мере официальных. Для сравнения с, например, с тем же Азербайджаном, или Украиной, или Румынией, мы являемся вне конкуренции. Если взять Азербайджан, 2,2 миллиона туристов ежегодно, Румыния, 7,8 миллионов туристов ежегодно. Даже взять тот же жудец Ясы, который имеет всего лишь 700 тысяч человек, он имеет, если взять соотношение с Молдовой, в среднем 2,5-3 раза больше туристов, чем у нас. Почему же так? Почему так получается так мало? Вроде хорошая, красивая страна, а у нас так мало туристов. Международная организация Lonely Planet в прошлом году заявила о том, что Молдова находится на втором месте в мире среди стран, которые имеют самое меньшее количество туристов, которые приезжают. Первое место это занимает страна Бутан, куда необходима виза, очень дорого добраться, долететь туда, и вот туда, тем не менее, очень много тысяч туристов туда едут. А в нашу страну как бы виза не нужна, пожалуйста, приезжай, но никто не приезжает. Мы решили это поменять. И когда мы изучали вопрос, почему к нам не приезжают, мы спрашивали людей, а почему вы уезжаете, вернетесь ли вы в Молдавию? Все говорили, вы знаете, у вас дорого. Мы спрашиваем, как дорого? У нас же тут все так недорого. Говорит, у вас поехать отдохнуть где-то в сельской местности, в каком-то пенсионате стоит 60 евро, 80 евро и дороже. В Париже стоят такие же цены в центре города, если на окраине, то оно дешевле. И когда мы глубже посмотрели на вопрос, получается, дорого, действительно дорого. Мы обратились к статистике в Молдавской, почему так дорого? И оказалось, что у нас всего зарегистрировано 8 пенсионатов, которые могут принимать туристов и имеют на это все необходимые лицензии. И спрос достаточно высокий, что позволяет им иметь достаточно высокую цену, и по-любому они будут иметь туристов. И те, кто приезжают, они выезжают не совсем довольны, это как-то дорого и не могут. И даже мы с вами, простые средние жители нашей страны, не можем позволить себе легко отдыхать и жить по таким ценам в пенсионате. И для этого, в то же время, я прекрасно помню, как в детстве, когда я был совсем маленьким, например, на моей улице жили много разных людей, и все они, включая моих родителей, принимали туристов. Мы их называли курортники. Они приезжали из северных регионов Советского Союза, из Прибалтики, из Белоруссии, из России, из Удмуртии, откуда угодно они приезжали. И они все жили, у нас, как правило, были какие-то дома отдельные, или большая часть дома пустовала со стороны, они были как гости. И вот на тот момент приезжал туристов более миллиона человек, около полтора миллиона человек, и они все жили по этим домам, и в ус недуле, как говорится. Им очень нравилась теплая вода, им очень нравились фрукты, овощи. У нас лето в Молдавии, если брать по месяцам, сколько на самом деле лета, до 5-6 месяцев длится, начиная с начала апреля, заканчивая сентябрем. Это, в принципе, 6 месяцев, когда можно ходить в майке, в трусах, уже в мае люди купаются у нас в реке, и так до середины сентября. У нас есть очень много рыбы, раков, вода, в принципе, чистая, Кишинев, и Одесса пьет воду из реки Днестр, это не секрет. И сами люди у нас, ни для кого не секрет, что они очень гостеприимные. Мы поставили себе целью изменить это все и предоставить возможность людям, как когда-то давным-давно, возможность сдавать в аренду свою недвижимость туристам, и одновременно быть защищенными, быть продвиженными, чтобы их профили знали и мог забронировать любой человек в мире, где бы он ни находился, чтобы они могли приезжать, ознакомиться заранее с фотографиями, выбрать, увидеть хозяина, как он выглядит, увидеть двор, выбрать, чтобы была возможность спросить у хозяина дома, что да как, и, как бы, если все нормально, то перейти к следующей части, а это забронировать и, соответственно, приехать. Вот таким образом, как бы, появился проект, идея проекта Хайла Цара, и как мы, мы надеемся, что благодаря этой системе количество туристов у нас возрастет хотя бы до миллиона, и мы сделаем все возможное, чтобы оно было инота. Спасибо.